Всем огромнейший привет! Очень рад быть снова с вами! Сегодня, как всегда, хочу поделиться новым обзором на пустые баночки за февраль и март месяц. У меня просто что-то насобиралось за два месяца. И за это хочу быстренько сразу с вами поделиться, что же все-таки у меня закончилось. И кому нравятся такие ролики, приятного вам просмотра. Не буду вас томить и давайте приступим. Покажу, что же все-таки закончилось. Первое, что покажу. Это закончилось, я использовал такую вот маску. Это идет у нас корейская маска и с экстрактом тыквы. Это мне дарила Ксюша. Она идет у нас увлажняющая, плюс она заживляющая. Также стягивает поры, убирает черные точки. Очень шикардосная маска. По аромату очень-очень приятная. Просто, знаете, вот нюхаешь и просто даже как-то вот неожиданно, что бывает такие вот именно действительно очень вкусно пахнут маски, что хочется прям скушать. И, конечно же, после маски, как всегда, эффект очень классный. И сразу осветляет кожу. Кожа становится более свежая, ухоженная, здоровая, неусталая. Так что в этом плане это очень хорошо. Также, когда мы наносим на очищенное лицо эту маску, держим 15-20 минут, снимаем маску и потом просто, что если у вас остаются немножко остатки на лице, вы еще пальчиками вбиваете это массажными движениями, чтобы полностью эта эмульсия вся впиталась в вашу кожу. Так что нету ни липкости, ни стягивает кожу. Кожа очень бархатная, свежая, приятная. Так что шикардосная маска. Также покажу вам лекало этой маски. Такое вот идет лекало. Но я думаю, если вы знаете, что корейские маски, у них немножко лекало нестандартные к нашему лицу. Потому что все-таки, как всегда, хочется немножко побольше, чтобы было в объеме маски в размере, чем есть она на самом деле. Потому что все равно у них маски немножко идут не такие уж и большие, к сожалению. Следующее, что хочу показать. Также, ну, это не закончилось. И также как-то ко мне приезжала сестричка моя. И она знает, что я снимаю часто ролики о пустых баночках. И, конечно же, она тоже, когда что-то использует, она всегда тоже мне привозит свои пустые баночки, чтобы я тоже мог бы с вами поделиться. Что же ей не понравилось или понравилось. Потому что то, что я показываю, да, это лично мое мнение. Я рассказываю о своем мнении. Ну и, как всегда, я очень рад, что сестричка еще может и свои баночки, чтобы я тоже мог сказать не только свое мнение, и также других людей. Думаю, что вы потом можете определиться. Потому что, понятное дело, что у меня мужская кожа, в сестричке женская кожа. То, конечно же, может в каждого по-своему. И также в каждого человека разные вкусы. Может мне не понравится, ей может понравиться. Такое тоже бывает. Но, хочу сказать, что, если вы помните, я вам показывал зубную пасту Талия. Талия. Эта зубная паста у нас идет из компании Левеста. Вот. И я, помню, вам рассказывал, показывал, что мне, к сожалению, она не понравилась. Потому что такое ощущение, что у нас зубы вообще не чистит. Вообще. Просто, я не знаю, для кого такие зубные пасты. Вообще. Просто, я не знаю, выкат денег просто на вечер. Здесь 75 миллилитров. Она идет у нас с алоэ вера. И также еще идет у нас и с мисфаком. Вот. Но, я вам рассказывал свое мнение. Помните? И я решил такую же самую зубную пасту подарить сестричке. Думаю, может ей она лучше понравится, чем мне. Ну, если посмотреть, что здесь зубной пасты еще осталось вот так. Еще здесь есть. Так что, ей также не понравилась такая зубная паста. Она не осталась в восторге от этой зубной пасты. Так что, из-за этого она даже не смогла ее закончить. Так же, как и я. Потому что, ну, вообще, просто зубная паста не зубная паста. Она идет именно белого цвета. Если будет видно. Такая вот белая. Очень приятный аромат. Именно свеженький. Вот именно с мятой. Но, 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 не. Так что, видите, тоже мнение у нас совпадает по поводу зубных паст. Следующее. Так же она использовала такую вот шампунь. Это идет у нас такая вот шампунь для волос с календулой. Изготовитель идет у нас Франция. Так как она была во Франции, то, понятное дело, что в нее больше из косметика идет французская. Здесь присутствует 250 миллилитров. И так же аромат здесь у нас такой вот именно приятный, парфюмированный. Здесь присутствует аромат. Совсем не пахнет календулой. Что она сказала по поводу этой шампуни, что ей этот шампунь очень нравится. Что волосы очень долго были чистые. Не было перхоти. Хорошо прочесывались. И шикардосный шампунь. Так как она у меня крашеная. И волосы такие вот, не такие уже густые, как были раньше. И тоже тонкие волосы, как и у меня. То за это у нас часто пачкается волос. И быстро теряется объем. Но, благодаря, как она говорит, этой шампуне, таких проблем нет. Так что можно было мыть голову два раза в неделю, а не больше. Так что ей понравилась эта шампунь. Так, поехали дальше. Также, ну я так буду и свое, и ее, потому что я не знаю, где тут еще ее. А, нет, нашел еще ее. Также, это идет профессиональная косметика. Это уже она приобретала не во Франции, это приобретала она здесь, в Украине, еще когда, до войны. Это такая вот профессиональная косметика, такая вот бутылочка идет. Это у нас присутствует, я вам показываю, шампунь. Такой вот. Здесь сколько у нас миллилитров, интересно даже, 250 миллилитров. И также еще плюс идет такой вот кондиционер, даже можно сказать, кондиционер маска для волос. Очень, кстати, хорошая профессиональная косметика по уходу за волосами. Я для работы тоже использовал такую серию. Действительно, очень шикардостный волос. Очень шелковистый. Имеет блеск на волосах. Также волос становится послушный, не электризуется. Волосы просто такие прям шелковистые, приятные на ощущения. Долго держит чистоту, перхоти никакой нет. Так что, очень шикардостный уход за волосами. Это у нас идет изотовитель Италия. Так что, очень классный и очень вкусно, приятно пахнет, как вся профессиональная косметика. Так что, шикардостная эта серия. Вот, даже я эту знаю серию, и я тоже часто приобретал. Так что, действительно, очень шикардостный набор. И она периодично приобретала, когда, конечно же, можно было его достать. Потому что, сейчас, очень много таких вот продуктов. Сейчас нету никаких доставок. Ну, как говорится, не доставок, а поставок. Даже в таком вот варианте. Также, покажу, что у меня закончилось. У меня закончился от Фаберлик, спрей, защита обуви от влаги, грязи и реагентов. Для гладкой кожи, замши, велюра, нубука, текстиля. Такой вот флакон, я думаю, всеми известный продукт. Здесь у нас присутствует в нем 250 миллилитров. Очень классный продукт. Я остался в восторге, потому что, вроде, 250 миллилитров, да? Вроде, небольшой такой вот именно флакон. Но его хватает очень надолго. Мне его хватало на два года, потому что я больше его использовал. И когда вот именно зимой, потому что, если снег или дождь, или еще что-то. И также бывает периодично использовал осенью, потому что тогда еще больше у нас идет снег, дождя, колюжи, болота и тому подобное. Так что, действительно, очень шикарностный продукт. Когда на обувь попадает вода, она, когда вот растворяется, она не впитывается на обувь. Она берется каплями и просто это все стекает. Так что, обувь не мокрая внутри. И также, если попадает грязь, также грязь очень хорошо убирается с обуви. Ничего никуда не впитывается. Так что, действительно, продукт хороший. Я от него остался тогда в восторге. И также, с этой же самой серии, у меня закончился губка-блеск. Обновление внешнего вида для гладкой кожи, бесцветное. Ну, я думаю, вы часто видели когда-то, я вам часто показывал такие продукты. Так что, очень классный продукт. Мне его также хватило на очень-очень долго. Очень хорошо очищал обувь. Без всяких проблем. Так что, хороший тоже продукт был. Также, у меня закончился, это идет у нас вода для линз. Называется Ренни. Я думаю, всем известная такая вот вода. Здесь присутствует у нас 120 миллилитров. Очень классный продукт. Ну, я не знаю, какие я только бы не брал фирмы. Ну, вы знаете, вода очень хорошая. Очень хорошо увлажняет линзы, очищает хорошо линзы. Так что, все супер. Никаких дариканий к этому продукту нет. Так что, я остался доволен этой водой. Также, закончился у меня от Орифлейм. Это молодежная серия Пурскин. Это идет у нас такой вот крем для лица от проблемной кожи. Здесь присутствует у нас 50 миллилитров. Я думаю, все вы знаете этот продукт. Ну, что могу сказать. Но, к сожалению, он мне не подошел. Потому что, я все-таки надеялась, что мне так же он подойдет, как и с этой самой серии сыворотка СОС, да, для прищиков, да. Вот продукт вообще просто шикардосный. Ну, я думаю, что и крем тоже будет шикардосный. Но, к сожалению, мне никакой пользы он не давал. Потому что, все равно, было воспаление, были новые высыпания. Так что, что-то такого бы эффекта я никакого не увидел. Да, кожу увлажняло, кожа была приятная на ощущение. Но, и с какими-то вот воспалениями, прищиками, или даже черными точками, ничего такого оно не убирало. Так что, это, можно так сказать, это более подходит для молодежи. Так что, может, для молодежи и подходит такой продукт. Но, у меня, к сожалению, нет. А что себе больше приобретать, точно такой продукт не буду. Вот. Ну, как-то, к сожалению, не то пальто. Следующее. Закончилась у меня зубная паста Colgate. Бержное отбеливание. Ну, что могу сказать по поводу зубной пасты. Хорошая зубная паста. Она мне очень понравилась. Часто приобреталась, хорошо очищает полость рта на целый день. Так что, к вечеру только может быть какой-то налет. И то очень легкий. А так, целый день, все отлично. Также здесь у нас присутствует 77 грамм в этой зубной пасте. Так что тоже мятная, приятная. И также отбеливает на один тон. Так что, хорошая зубная паста. Ну, ничего плохого от нее не вижу. Также, следующее, что закончилось. Это идет у нас от Oriflame. Это идет такая вот бьюти-ботаника. Думаю, всем и знакомый продукт. Это идет кондиционер для волос 150 мл. Это тоже большая бяка. Если вы помните, я тоже как-то показывал вам. И шампунь, и кондиционер. Но ничего хорошего здесь нет. Вообще, просто какая-то бяка. И также я помню, вот это, я так понимаю, что это сестричкина. Потому что я с Ви уже давным-давно вам показывал. Вот, и я ей тоже решил подарить, чтобы она тоже попробовала вдруг ей понравиться. Но, к сожалению, она использовала все. Но она так же, как и я, не осталась от него в восторге. Никакого такого хорошего результата на волосах не было. Так что, тоже выброшенные деньги на ветер. Бяка полная. Так, следующее. Также у меня закончился. Это идет у нас диффузор для дома. Это серия идет у нас Garden. Это я приобретал, если вы помните, это идет у нас с ароматом ананаса. Если вы помните, я приобретал в Юнайсе мультибрэнде. Или даже, нет, не в Юнайсе. Нет, это не Юнайсе, это идет Левеста. Боже, с этими косметиками можно запутаться. Это идет Левеста. И, если вы помните, я рассказывал, что мне попался один на складе. Это с ананасом. Что хочу сказать, что да, классно пахнет, все. Но он не экономный. Его хватает всего лишь на три недели. И на этом все. Ну, как-то вот мне это не понравилось. Потому что у меня есть такие диффузоры, которые намного дольше держали, чем вот это. Ну, как-то вот у меня такой же самой фирмы был клубника, если вы помните, я показывал. Мне его хватило, грубо говоря, где-то на 4 или на 5 месяцев, если не ошибаюсь, мне его хватило. А это всего лишь на три недели. Мне так кажется, что здесь больше разбавляет водой. Из-за этого он быстро очень выветривается. Так что, к сожалению, за такие деньги я брать больше его точно не буду. Потому что, ну, хочется все-таки как-то больше, чтобы он служил, а не всего лишь три недели. А так, конечно же, дорека никаких нет. Очень вкусный, приятный, ананасовый, сочный такой вот аромат. В этом плане, да. Очень вкусный. Так, следующий у меня тоже такой вот именно мини-диффузор. Вот, у меня тут уже, боже, шарики растворились. Вот, водичка тут осталась, шарики растворились. Вот так вот. Это идет у нас ягодный коктейль. Так, он идет тоже из шарики были здесь. Ну, видно, да, что их уже здесь нет, этих шариков. Только какие-то высохшие пупырышки. Вот, что могу я сказать. Также здесь крышка, которая вот идет именно отсюда, аромат. Что хочу сказать, что этого продукта тоже хватило на два месяца этого продукта. Ну, тоже очень вкусно, фруктово пахнет. И такой вот у меня он находился в уборной. Так что заходишь в уборную, очень вкусно пахло вот такими вот фруктовыми ягодками. Так что сам по себе неплохой продукт. Ну, на два месяца еще более-менее как бы не шло. И плюс, хорошая у них была цена, потому что я его покупал в магазине Аврора. Так, следующее. Также еще у меня одна маска закончилась тканевая. Вижу. Это тоже идет корейская маска. Тоже мне Ксюша дарила. Вот такая вот корейская маска. Так, тут маленькие буквочки. Я, наверное, не посмотрю, с чем она там. Но, что хочу сказать, что маска сама тоже по себе неплохая. Тоже обесцвечивает, именно осветляет кожу. Кожа становится ухоженной, приятной на ощупь. Вот. Так что тоже нет ни липкости, ничего такого нет. Так что сама по себе маска тоже неплохая. Хорошая маска. Ну, как все тканевые маски, слава богу, никаких проблем не было. И также здесь идет кое-же самое лекало, как и в предыдущей маске тканевой. Тоже лекало, к сожалению, маленькое. Потому что это идет у нас корейские маски. У них все лекало маленькие. Также следующее, что покажу, также закончился у меня вот такой вот цветочный освежитель воздуха, который идет автоматически, да, когда всувается и автоматом прыскает. Здесь присутствует у нас 250 миллилитров. Очень приятный такой вот именно цветочный, нежный, весенний аромат. Так что никаких дариканий нет. И его хватило на, грубо говоря, где-то на 2 месяца. Где-то его хватило мне. Так что аромат очень был приятен. Вот. Так, следующий у меня закончился диффузор. Это также идет у нас диффузор, только это идет у нас от Юнайс Мультибренд. Крэтион называется. Это идет у нас с кофе-лате. И с пряностями, ну и с печенюшками, что-то такого рода. Вот. Вот такой вот диффузор. Что также хочу сказать, что аромат просто шикардосный. Очень классный. Спору нет. Вообще просто бомбический. Но, к сожалению, опять же, по стойкости Нико Кэйшенал. Тоже всего лишь хватило его на 3 недели. Так что очень вкусно пахнет все. Просто суперский аромат. Но на 3 недели это мало. Он этих денег не стоит на сколько. Так что тоже приобретать больше не буду. Хочется все-таки больше, чтобы как-то держалось. Но не могу сказать по поводу этого диффузора. Также у меня еще один диффузор закончился. Я его еще ставил до войны. Это Gigi или как он там называется. Это мне, помню, дарила Кума. Такой вот диффузор. Он идет тоже именно с пряностью. Типа какой-то там тоже десерт. Какой-то там выпечка. Что-то такого рода. Такой вот аромат. Очень вкусный, приятный аромат. И я просто остался в восторге. И что хочу сказать, что мне вот этого диффузора хватило на пол... Даже больше полгода. Мне хватило его на 8 месяцев. Потому что... Точно 8 месяцев. Потому что когда я поставил, наверное, в том году... В январе месяце, в феврале была война. Я уехал. Вот я приехал... Когда весной я приехал. И у меня еще этот диффузор был. Еще был он у меня целое лето, этот диффузор. Так что очень экономно. Так что где-то, грубо говоря, где-то точно 8 месяцев он у меня просто-напросто прослужил. Если где-то вот так, 8-7 месяцев. То представьте. Вот это я понимаю диффузор. Вот это я понимаю, что продукт, который надолго. Потому что здесь больше было масла, чем воды. Так что вот этого диффузора я просто остался в восторге. Также следующее, что у меня закончилось. Тут прямо у меня оно в пакетике, чтобы крышка не отвалилась. Хотя тут уже ничего нет. Но почему в пакетике? Из-за того, что я таким продуктом пользовался на работе. И здесь очень слабенькая крышка. То за это, думаю, чтобы по сумке нигде ничего не валялось. Это идет от Unice Multibrant. Это идет маска для волос экстракта Manga. Очень классная маска. Я пользовался и в дома такой маской, и для работы вот пользуюсь такой маской. Волосы становятся шелковистые. Он подходит как для окрашенных волос, как и для нормальных пересушенных волос. Потому что когда у вас сухие волосы, он хорошо питает, увлажняет волосы. Волосы становятся шелковистые, приятные на ощущения, имеет блеск на волосах. И также запаивает волоски при сушке фена. Так что, очень действительно шикардосная маска для волос. Так что, кто еще не пробовал в Unice, попробуйте, вы останетесь довольны. Кстати, часто бывают в Unice хорошие цены на такие вот маски. Потому что с авокадо мне маска не понравилась. Как сама и маска, как и сам аромат. А вот именно с Manga, что аромат очень вкусный. И маска тоже очень шикардосная. Ну, здесь, видите, я прям до конца выгреб. Так, поехали дальше. Также у меня закончился аромат от Faberlic Desperado. Я думаю, всем известный аромат. И я, честно, был очень доволен этим ароматом. Вопрек, я знал, что у Faberlic не стойкие ароматы. Но этот аромат был очень стойкий. Очень классный. Что оформление флакона шикардосное. И также сам аромат тоже был шикардосный. Так что, шикардосный был аромат. Доволен был. И здесь миллилитров у нас непонятно. На бутылке не написано. Но классный был аромат. Следующий также у меня закончился. Это такие вот стики. Думаю, всеми известные. От Purskin, от Oriflame. Который я говорил. Вот именно SOS. Который вот крем для лица мне не подошел. А вот SOS такие вот и гелевые штучки мне подошли. В каждом идет у нас по 6 миллилитров. Очень классный. Вот действительно, вот от этого у меня эффект есть. Очень быстро заживляет прыщики. Снимает воспаление. Также, если у вас какие-то порезы после бритья. Также очень быстро заживляет. И убирает покраснение. И также предвращает появлению прыщиков. Так что, вот эти продукты действительно очень шикардосные. От этого я остался в восторге. Так что, когда будет хорошая цена, всегда я их буду приобретать. Потому что, действительно, классные. И также классные. Это тоже, но он намного дороже, чем те, что я вам показывал в Арифлайме. Это идет у нас Доктор Клиник. Тоже идет такой вот антиактный гель SOS. Здесь, конечно же, чуть-чуть побольше объем. Здесь 15 миллилитров объема. Тоже очень классный продукт. Шикардосный продукт. Тоже все очень хорошо убирает. Воспаление снимает. Покраснение. Прыщики заживляет очень быстро. И тоже предотвращает появлению новых. Так что, очень действительно шикардосный продукт. И также, что нравится. Я уже рассказала о нем. Что он как водичка растворяется на лице. Нету никакой липкости. Нету потом, когда ты встаешь. Нету никакой пленки на лице. И тому подобное. Так что, классный продукт. Я тоже очень доволен. Только, конечно же, по цене. Если сравнить Доктор Клиник и Орифлайм, да. То, конечно же, это будет дешевле. Ну, хотя здесь 15 миллилитров, а здесь всего лишь 6. То понятно, что... Что тут даже если пить так, то действительно, все равно, конечно же, оно даже и это получается дорого. Потому что так он стоит, допустим, по акции 100 гривен. И в новом каталоге он будет вообще стоить 240 гривен. Без супер цены. То, конечно... И так тоже по ходу он такой вот немножко дороговастенький, если без акции. Ну, а этот всегда идет у нас 325 гривен. Такая вот штукенция. Также закончился у меня ополаскиватель для полости рта. Эта серия у нас идет. Идет Юнайс. 250 миллилитров. Такой вот именно мятный, освежающий. Классный продукт. Но он тоже подходит не для всех. Кто не любит, чтобы немножко полости рта, там, язык поджигало и тому подобное. Да, какой-то вот некомфортность. То вам его я не советую. Но для меня такого никакого нет. Он как-то вот для меня очень легко ополаскивается. Очень сладкий, приятный. Даже какой-то вот такой нежный. А тогда, когда вы, допустим, выплевываете, то тогда ощущается немножко какого-то вот покалывания, немножко жжения. Но оно очень быстро проходит. Так что все равно люблю такие продукты. Только очень жалко, что здесь присутствует всего лишь 250 миллилитров, а не больше. Хотелось, конечно же, все-таки больше. Так, также закончился у меня бальзам для губ. Я думаю, знаете, такая вот штукенция идет. Такой вот шарик. Вот. Он идет такой вот. Тут уже все. Я уже выгиб остатки сладкие. Он идет тоже такой же по цвету, как сама упаковка. Этот бальзам очень вкусно пахнет. Даже более, ну, это пахнет черникой. И также, конечно же, при использовании, да, он дает немножко блеск на губах. Но я, так как вы знаете, что я убираю блеск на губах, это или салфеткой, или рукой, вот так. Так что блеск быстро пропадает, а увлажняющие питательные губы остаются. Так что сам по себе бальзам неплохой. Кто еще не пробовал, попробуйте. Думаю, вам понравится. Это продается в любых косметических магазинах. И в интернете тоже продается. В любых косметических. Так, следующее. Также в сестричке закончился от Avon. Она очень любит эту серию. Эта серия идет у нас NU. Так, 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 так. Тут идет у нас одна NU. Да, это идет у нас такой вот именно ночной крем. Да, это идет у нас ночной крем. И, кстати, что хочу сказать, что это идет изотовитель Франции. Avon. Потому что она это приобретала во Франции. И также, и это идет у нас тоже NU. Только это идет вот тоже, это идет дневной крем. И тоже у нас присутствует в Франции. Так что, такой вот Avon. В каждом по 50 миллилитров. Она просто была в восторге от таких кремов. Так, следующее. Также еще плюс. Закончился аромат. Это идет у нас от Oriflame. Это идет у нас мужская коллекция. Darkwood. Думаю, всем известный продукт. Такой вот аромат. Флакон обычненький, простенький. Честно, он мне как-то вот очень сильно проелся. Хоть он более такой идет дневной вариант. А то его можно и на дневной, и на вечерний вариант. Ну, более он подходит как вечерний вариант. Потому что на дневной это более надо наносить на прохладную погоду. Ну, не знаю, как мне. Но как-то у меня вкусно этот аромат поменялся. Так что я его больше использовал как освежитель воздуха в уборной. Ну, им я уже не пользовался. Ну, как-то вот, не знаю. Ну, как-то вот разонравился мне этот аромат. Я уже не был в таком восторге, как был раньше. И также еще у меня закончилось два продукта. Это идет у нас Метро Гилдента для полости рта. Да, это вот воспаление десен, тому подобное. Вот часто этим пользуюсь из-за моей челюсти. И также закончился у меня антисептик от Юнайс. Вот такой вот с ароматом мандарина. Я думаю, все вы знаете. 100 мл здесь присутствует. В антисептике 80 градусов спирта. Я его, как всегда, использую для работы. Так что очень шикардосный антисептик. И очень вкусный, приятный мандариновый аромат. Очень приятный аромат. Так что, мои хорошие, вот такие были у меня пустые баночки за февраль и март месяц. Надеюсь, было интересно. Может быть и полезно. И, как всегда, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok